Татьяна Сластина пока живет школьными заботами. Впереди ее главное испытание – экзамены. О взрослой жизни девушка еще не задумывается. Но Таня уверена, что благодаря учителям она справится со всеми трудностями. Они много меня научили. Многие активные действия, конкурсы всякие, интересно устраивались. Я вам очень благодарна. В Центре дистанционного обучения ребята, которые не могут посещать обычную школу по состоянию здоровья, учатся при помощи интернета. И все эти годы они получали не только знания, но и бесценные навыки простого человеческого общения. Они встречались на очных сессиях, вместе ходили в театральные и художественные кружки. Центр, конечно, это хорошо для таких детей, которые, чтобы не замыкались они в себе, находили друзей. И вообще, что мы не одни в этом горе. В Центре занимаются 198 детей. И хотя между ними и их учителями зачастую лежат сотни километров, они вовсе не оторваны от образовательной среды. А особый упор в учебе делается на исследовательскую и проектную деятельность. У нас ведутся все предметы, абсолютно все предметы. Плюс мы проводим занятия по дополнительным образовательным программам. Это компьютерные графика, это компьютерный дизайн, это вот такие замечательные компьютерные программы для детей начальных классов. Центр работает уже пять лет. Его первый выпуск состоялся три года назад. Тогда двери дистанционной школы покинули всего шесть учеников. И сейчас все они продолжают профессиональное обучение. Софья Ведокимова, Доржичий Допов, Новости дня.